суток мы находимся на канале исследователь меня зовут артем и мы исследуем и брокерский портфель те кто давно подписан на меня они меня знают я уже рассказывал свою историю немножко напомню о себе я инвестирую с 2021 года с октября месяца вот и попал под блокировку у меня был портфель втб там было в районе 70 80 тысяч эти деньги раскидала по двум разным брокером это альфа и бкс инвестиции сейчас мы с вами находимся в бкс инвестиции вы видите мой первоначальный счет который был открыт не мною лично альфа и в бкс инвестициях они там подали какие-то заявки я просто выбрал брокера если втб меня просто на как по распределению отправила хорошо что там не врос сельхоз там или как там рост насос ну вы понимаете хотя бы в альфа но с альфа и втб у меня есть спорные моменты я сделал распечатку но все руки-ноги не доходят хотя я вру доходили я в альфу приносил заявление дать распечатку они мне дали короче левую какую-то бумажку с выпиской по одному счету там короче говоря просто выписка по счету депо и все ручь отписались мне нужно правильно составить заявление чтобы они мне выдали те операции по тем счетам которые меня интересуют ну ладно не будем заострять на этом внимание и так я попал в это к этому брокеру замечательному и мы видим вот заблокированные активы которые переехали к брокеру это банков америка nokian group дач телеком и и он вот компанию и он в принципе уже думал открыть себе счет в интерактив брокерс которые как американская компания чтобы напрямую через америку покупать вот европу там америку тоже усреднить потому что мы видим что банков америка упал очень сильно неплохо было бы мне четыре позиции ну что штук наверное 10 20 если такая тенденция там чем не по 25 наверно долларов сейчас за бумагу ну вот блин крупная сумма нужно чтобы усредить ну как они вырастут они же бабы бахнут они сейчас внизах правда вся американская экономика внизах ну европейская тоже вот и он и он и он и он надо бы посмотреть вообще куда он отпадал сейчас я могу заблуждаться я давно не проверял котировки по этим позициям но по ним не по некоторым приходили дивиденды по иону приходили по nokia приходили не знаю почему подачи телеком не приходили но я знаю что компания платила вроде как надо будет зайти в интернет пошарить платит не платит и так я вам хотел показать вот какую доходность я смог заработать буквально это со всеми вот этими изменениями вот в я вам показывал только заблокированные активы это с ними а вот если мы сделаем за год это без них это просто я три месяца купил акции за три месяца ну часть продал частью часу держи мы можем посмотреть что и удерживаю или весь состав что у меня было вот и он был я продал его видите зафиксировал успел небольшой плюс хэдхантер не буду долго рассказывать озон у меня видите 600 рублей плюсом у меня нету озона я его два раза фиксировал один раз на этом портфеле и на иисе банк санкт-петербург 10 тысяч плюсом это дивиденды плюс ростовая газпрома у меня сейчас нету я его продал во время зафиксировал плюс газпром нефть это рост дивидендами видим небольшой но это у меня только по этому портфелю компания позитив распродал евро илтех 49 рублей но вот интерау я вообще не об этом хотел снять ролик а логике принятия решения давайте посмотрим сколько здесь у нас имитентов здесь 17 акций мы видим магнит две штуки лукойл две штуки банк санкт-петербург 50 штук северсталь 7 штук новотек 7 штук интерау 2 100 банк санкт-петербург банк сбербанк банк сбербанк банк сбербанк чтобы его так нефти 11 сбера птмк сегежа 800 яндекс 1 роснефть 4 газпром нефть 2 видимо а ну да все распределение и сумком флот 10 штук евро тех 10 штук то есть евро илтех вот соком флот и я просто не успел переключиться начал покупать именно здесь и они мне дают самую большую доходность мы видим вот буквально я купил эти акции если вы их купили с января по март 2023 года у вас была бы такая же доходность по портфелю как вот сама и у меня за за все время за год была бы такая же что тут с интернетом зависание проценты не считает ну не суть и мы еще можем здесь увидеть что мои будущие выплаты это по север стали 1600 также здесь мы можем увидеть мои выводы это вот у меня сейчас текущая стоимость портфеля так за год то есть пополнение за этот год я пополнил на 4 за 2023 я пополнил на 116 и вывел уже 70 тысяч то есть понимаете я завел завел 116 а вывел уже 78 то есть это практически скоро будет сто процентов там осталось-то 35 где-то до 35 процентов и стоимость портфеля у меня сейчас 191 тысяча вот этого из-за того что выводы были снижение коррекции и вот эти два пополнения на 4000 это всего лишь навсего усреднение моих аутсайдеров и сейчас мы при перейдем к логике принятия решения о чем само видео смотрите сбербанк я проанализировал вовремя увидел фи банк санкт-петербург увидел фишку видим 150 процентов доходности газпром нефть я знал что акция хорошая но почему-то давно не покупал начал набирать только в сентябре месяце и на этом портфеле у меня всего две штуки евро илтех это просто первые какие-то покупки самбурные все остальное на другом счету это мы сейчас один счет только рассматриваем интерау набирал позицию у меня есть стратегия видео выпускал еще в апреле либо в мае месяце объясняя свою стратегию и подводил итоги стратегии могу опять же эти видео добавить сюда на вкладке чтобы вы могли с ними ознакомиться либо разместить камин в описании к видео потому что по интерау если я сейчас буду каждую объяснять это видео может растянуться надолго лукойл не буду ничего говорить магнит тоже ничего не буду объяснять новотек раз нефть биржа вот усредняю мы увидите моя стратегия сейчас и это является усреднение на самом деле это была стратегия сейчас я зациклюсь и объясню это стратегия окурки то есть есть компания которая упала не все компании если сильно сильно упали они вырастают это мы видим дневной график это мы видим за все время недельный график и мы видим что было 1100 и упала не все компании возвращаются потом к этим и к истокам есть компания втб на скорее всего никогда не вернется к этим истокам но вас по биржу я верю если вы сравните график по втб вам все будут рассказывать что вот втб она придет нормальное значение вот сюда из пб биржа ни разу не делала допак насколько я знаю если делала поправьте меня пожалуйста в комментариях да дружище если ты еще не поставил лайк ты меня смотришь сделай по-братски прожми палец вверх если тебе что не нравится там как я говорю еще что-то жми палец вниз я не против это тоже твой выбор поэтому спеба биржа это та стратегия по которой я жду десятикратного роста и мы видим что у меня уже здесь 7000 в этом портфеле сбербанка у меня меньше у меня на 5 тысяч сбербанка потому что сбербанка медленно растущая она меня удерживает от резких колебаний моего портфеля также мы видим в этом портфеле на 11000 набрано северстали потому что я покупал когда она была на самом дне что сейчас северсталью я покупал на макушке для того чтобы побольше дивидендов накопить мы видим как она вот падала вот падала коррекция вот здесь вот видите в этой коррекции я понял что нужно в 23 год она тут была еще ниже можно было купить видите как интересно сколько она тут стоила то 500 рублей вообще халву стоила северсталь сейчас мы знаем она 1600 1700 1800 там что-то как-то так 1578 и она снижается и она может снизиться и на 1200 есть такой прогноз что она вот может сюда прийти где я ее купил может она сюда прийти может если она придет сюда я буду усреднять вверх лесенку потому что ниже она вряд ли придет поэтому друзья моя задача это грамотно покупать на долгосрочные инструменты это одна стадия по некоторым бумагам северсталь это является одна из таких бумаг как сбербанк у меня своя стратегия по сбербанку она платит дивиденды не сильно большие хотел сказать черт с ней бог с ней потом думаю какое имею право говорить я же фомане верующие смотрите переходим к себе же по себе же покупал на падении хотел отыграть 400 рублей знаете как в казино отыграться мы видим опять же с 11 она падает до 4 11 на недельном графике мы наблюдаем такую вот сейчас давайте вернемся на недельный график не начало все мы весь график видим июнь 22 до июня 22 не знаю не помню вот наверное это и пио по 8 по 7 рублей над падала тут ее жутко разогнали на я кучу тогда видео смотрел почему я начал снимать час блок потому что тогда себе же просто столько народу попила я видел их и сейчас они есть на youtube канале они снимают редко видео или может я мало подписан нужно возобновить посмотреть что они снимают я даже оставлял комментарии под некоторыми их видео вот и мы видим его жесткий нисходящий тренд вот видно что вот мои в этом портфеле у этого брокера были совершены вот здесь на самом деле у меня тут они я тоже покупала где-то здесь фиксировал минус у меня было минус 400 я решил здесь отыграть этот минус в оконцовке мы видим просадку те кто в теме они знают что сегежа сейчас на уровне там ну не банкрот но кризисном состоянии сейчас высокая процентная ставка цб влияет на них очень сильно они закредитованная компания вот классическая фигура головоплечи ушли в плечо коррекция по бкс у прогноз негативные 3 рубля 60 копеек они планируют на год получить но смотрите друзья это 2 окурок в моем бы я вам показал показал в этом портфеле это был биржа и сейчас себе же видите все остальное зеленое абсолютно зеленая но так не должно быть на самом деле все а вот интера у чуть-чуть интера у потому что здесь забыл усреднять ну видите 116 но усреднялся так как я зафиксировал плюс по селегдару я наверное все таки да усредню здесь интера у меня здесь видите 6000 до усредню интера у чтобы ну некрасиво два в портфеле у среднего интера у и давайте перейдем все таки к логике этого портфеля посмотрим по по структуре по структуре у меня здесь мы видим занимает магнит и лукойл потом банк спб северсталь новотек интера у необычника до набор доходного портфеля ну вот мы видим опять же содержание но не видим доходности это нужно заходить а то что вам сейчас примерно пытался показать сколько у меня фактическая доходность дивидендами по каждой позиции а теперь давайте перейдем то что мне многие говорят фу не нравится как вот видите состав бумаг в этом портфеле это и из я получаю от государства при вложении 400 тысяч получаю 52 тысячи на руки 78 в этом году я вложил имея опыт прошлого года по которому я знаю что будет рост сейчас у нас грубо говоря извиняюсь за свои слова паразиты сейчас у нас с вами боковик мой верх на низу него находимся и я знаю что в том году тоже выходили из боковика ростом уже я наблюдал рост и я заходил в рынок уже понимаю что рынок будет расти в этом году все спорника но сейчас я про прогнозы не буду делать я сделаю ролик если это видео наберет за первые три дня 20 лайков то я завтра за какие первые если завтра это видео наберет 20 лайков то я сделал прогноз завтра видео по прогнозу московской бирже и рынка рынка в целом куда пойдет он что происходит те кто следят в телеграм канале за мной не видят что я публикую прогноз по индексу и чаще всего он сбывается за редкими там исключениями поэтому я делал краткосрочные прогнозы сейчас будет более долгосрочной как бы такой потому что мы пришли в переломный момент к отметкам уже 300 отскочили там давайте посмотрим опять же не будем застрять внимание короче говоря дружище если тебе нравится то что делаю ставь лайк если ты что-то узнаешь новое ставь лайк и теперь мы наблюдаем другой портфель и здесь разноперстные бумаги здесь я уже участвовал в айпи его я покупаю здесь спекулятивные истории типа оля которые могут стрельнуть там течение двух-трех лет хорошо то есть не платят дивиденды там вы видели в основном дивидендные истории и те компании которые могут нарисовать иксы с дивидендами некоторые а здесь мы смотрим разно направленные стратегии по которым по которым у меня разные разные фишки я собираю разные компании которые могут стрельнуть и дать большую доходность мы видим евро илтех 40 процентов дает даже уже другие цифры с по сравнению опять же донской завод радио детали он мне большую доходность давал дает пять процентов интера уже здесь у меня в плюсе лакуил 44 процента лента мы видим дает 1 и 2 процента ее только начал набирать я усреднила на рост был больше ммк 8 процентов друзья опять же кто покупает ммк вы набираете позицию поймем к можете остановиться понаблюдать за бумагой не обязательно все время покупать одну бумагу не нужно быть любителем одного инструмента мтс мы видим дает 4 процента до этого бумага была у меня в минусе и она долго находилась у меня в минусе и я планирую увидеть по ней большой плюс поэтому у каждой бумаги здесь разное разное магнит мы видим что на этом инструменте я покупал его недавно и он уже дает 6 процентов доходности поэтому кто продал магнит я к сожалению вы потеряли очень доходный инструмент который последующим вам принесет большие профиты помечил я покупал его на просадке в доходность падала но опять же мы можем открыть это средне спекулятивная история мы видим вот просто такую ракетищу огромнейшую ракетищу это у нас на месячном графике это у нас с вами на недельном графике и на недельном мы видим пилу в которой вот можно было покупать кто-то мне затариваться тут предъявил мы живем в товарной экономике вы посмотрите многих экономистов они горят пора тарить и все такое при тарочка за тарочка да друзья я иногда на сленге выражаюсь нужно быть в тренде с молодежью нужно быть в тренде с возрастом возраст бывает разный опыт бывает разно что я вижу это у нас мечел мечел подошел к порогу от которого вот он убивается либо будет все-таки про нор вниз на более низкие значения и там я затарюсь и потом уход вверх снова либо вот сейчас вот буквально еще мы отобьемся от этого верхнего значения у 344 и будем его пробивать вот прям вот какой каким-то таким плечом вот насколько вот честно говорю тут очень интересная позиция помечила тут столько паттернов здесь мы видим несколько восходящих трендах пересекающих то в телеграме следить короче не буду зацикливаться и вот мы видим в моем портфеле компанию видите плюс 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 гмк норникель признаю не убыточной буду продавать скорее всего ткс буду держать набирать усреднять тяжело будет потому что три акции недороговатые видите и поэтому по ленте буду добирать ее еще ленту буду добирать потому что есть своя стратегия мтс докупать не буду ммк докупать уже не буду мечил возможно буду докупать на просадки нк нх буду докупать на просадки видите единица кто-то говорит мусорный инструмент а кто-то верит в этого замечательного вот такого который может залететь так но ура и потом все будут про него говорить какая замечательная компания я уже в ней на целых 12000 в этой у меня просадка видите 175 и они платили дивиденды на самом деле на у меня плюс ну не не минус 200 а давайте мы по нх нх проверим же вот эту же историю поэтому плюс в портфеле когда он постоянно это очень плохо и я нахожу и делаю минусовые истории плюсовыми просто когда вы уже собрали костяк нк нх 4 как раз а это не то я смотрю тут очень много бумаг но их станет меньше за за все время давайте медленно пробежимся здесь видите озон плюс 400 его у меня нету ткс минус 800 клиника 13 рублей банк санкт-петербург тысячу я зафиксировал плюс здесь в этом портфеле нету с дивидендами в уж уже 100 рублей дает газпром нефть 2 500 видим плюс до группа astra 3 почти 4000 позитив здесь всего лишь 900 его продал донской завод радио детали 600 рублей плюсом больше чем там что дивиденды при евро и лтех 1700 и интерау плюс 300 не минус лента плюс 70 лукойл десяточку ммк вот 300 рублей мтс уже тысячу почти нарисовал магнит с дивидендами тысячу почти 50 отмечил мы видим 700 рублей больше чем там потому что спекулировал продавал нк нх мы видим сто девяносто семь потому что 100 и сто восемьдесят семь потому что нк нх не платит дивиденды и поэтому вот этот минус он 200 он не 200 он меньше мы должны это понимать и сейчас бумага начала отрастать я ее не покупаю видите она почти уже я мог из нее выйти в плюсе но я ее продолжаю держу и набирать на больших просадках вот поэтому у меня бумага в минусе я рад что она у меня в минусе мы не должны вот сапфарм надо избавляться это не очень удачная стратегия но по ней я в плюсе мы это можем наблюдать здесь я устремился очень хорошо вем 97 рублей 2000 как бы а вот теперь на том портфеле надо сегежа зато здесь перекос и возможно я ее буду чуть-чуть распродавать когда она начнет отрастать давайте посмотрим по истории покупка 405 406 то есть уже какие-то позиции 4 10 я могу хотя бы вот а вот можно да уже продать какую-то часть и от фиксирую плюс надо только вычесть комиссию брокера а это самое главное друзья это еще одна из стратегий если вам хочется эту стратегию про брокерские комиссии узнать пиши комментарии наберет пять комментариев расскажи про брокерские комиссии стратегию с ними я сделаю ролик отдельно пусть он наберет может быть много лайков но друзья которые на меня подписаны вы будете об этом узнать и можете это применять вот на самом деле наверное не буду сильно затягивать видео так что смотрите друзья по каждой отдельной бумаге у меня есть свои стратегии сейчас я обобщу здесь я сейчас набираю ростовые истории которые могут стрельнуть и дать большую доходность мы видим а пио астра я участвовал она отросла больше и пио в уж я только начал набирать уже 4 процента дает потом что и свежих лента 1 и 2 вот начал только набирать упадет в минус я ее буду покупать я печален что ленту я набираю вверх они вниз рост нефти набираю вверх я усреднил у меня был по ней небольшой плюс я видите купил 13 штук у меня уже 7000 позиция три с половиной процента сапфармия уже объяснял северсталь по северстале друзья да возможно и будет падать я уже тоже объяснял совком банк уже 17 процентов плюс а дает всего 3000 успел зарядить сонком флота 21 тоже покупал уже на верхах татнефть татнефть 10 штук брал вот на дивгепе обычку уже три 15 процентов дает опять же мы можем посмотреть за какое время и сравнить с банковской доходностью стоит ли сейчас а под 16 процентов в банке вкладывать деньги давайте мы посмотрим историю видим что я покупал 9 января и так с 9 января по сегодня по февраль какое там февраля у нас 10 февраля месяц и мы видим доходность по бумаге 3535 умножаем на 12 и это у нас получается сколько так 35 на 12 35 на 10 у нас получается 35 на 10 35 процентов доходности в месяц даду я ничего не путаю и еще 700 30 42 процента доходности на год и или это неправильно еще 4 неправильно считаю наверно так с 10 месяцев 35 на 35 нет 30 процентов да друзья я чуть запутался напиши в комментариях сколько татнефть обычная сейчас вот с учетом с января по февраль дает мне доходности я мы поймем можешь ли ты считать в годовых то есть вы должны мне в комментариях ну вы ничего не должны но мы поймем насколько вы понимаете стратегию по татнефти по как бы насколько она быстро растет и какую доходность дает просто ростовую не говоря уже дивидендной и друзья просьба написать тогда вот 35 процентов доходности сколько это в годовых югк 24 процента доходности участвовал в пиво и докупал по графику мы можем увидеть когда докупал чего покупал вот покупка раз вот два на снижение вот ну здесь уже на росте ну грустно покупать конечно если вы спекулируете то конечно вы можете на росте покупать заскакивать в полет мы видим что с момента ipo вот тут была свеча потом снижение акция почти уже выросла скоро будет как в два раза вот особенно у меня с покупки видите наверху покупал я усреднял вверх позиции и буду усреднять вверх она растущая компания по которой есть хорошие прогнозы поэтому вот у меня такой винегрет друзья медицентр у меня своя спекулятивная история я знаю риски видите волатильная бумага какая если не знаю что такое волатильность задавая вопрос расскажу про волатильность что у нас тут по поэтому друзья не хочу затягивать тут бкс меня что-то рекомендует интересное не хочу затягивать видео покажу немножечко свой телеграм-канал мы находимся внутри танкера видите люди какие маленькие это никелевое покрытие я буду прощаться как немцы прощались с металлургическим комбинатом друзья вы не забывайте что здесь нужно тоже реакции ставить ставим лайки да если ты еще не подписан на мой телеграм-канал ты можешь стать 159 либо 160 и быть в курсе на мой стратегий как я добиваюсь доходности видеть все мои сделки потому что я все покупки здесь публикую что когда я покупаю конечно не очень хорошо отслеживать здесь опять же друзья можно оставлять комментарии ведь купил вроде начал от купать там ну вот мы общаемся поглядываю когда чисто из любопытства вот здесь опять же новости всякие размещаю вот это север стали новость можно почитать это вот мой прогноз по индексу если опять же хочешь прогноз мы это самое помним что нужно написать вот друзья здесь интер активно общаюсь с вами вы можете подписаться задавать вопросы не думайте что вы будете казаться глупыми люди пишут разные вопросы я чаще всего есть время я всегда отвечаю нужно не просто задать вопрос какие акции купить да их можно всякие покупать акции вот я в диасофт хотел бы поучаствовать да друзья и те акции которые недавно разместились с совком банка югк и другие они могут сделать допки и за этим нужно следить на доп эмиссиях либо спо либо 1 идет раздача акции снова людям дают деньги возможность заработать кто-то фиксирует продает я накапливаю я надеюсь будут дивиденды у меня будут большая дивидендная доходность я стараюсь не спекулировать потому что я уже как и говорил у меня есть своя стратегия вот по югк я размещаю новости о том как ракета летит в космос тут видите опять же ставим реакции кто-то видимо не понимает почему летит в космос либо про васю друзья если хотите знать все про васю друзья видео сниму про васю я смотрю youtube канал одного из ведущих youtube канал это превью следующего видео завтра будет видео про васю друзья спасибо за то что вы ставите реакции активнее ставьте реакции под всеми видео и пишите Вася будет завтра так что всем лайк те кто подписан на youtube про васю узнают и те кто подписан на телеграм они про васю видите они первые уже начинают узнавать про васю так что друзья ставим лайк делаем репост по-моему по-моему про васю не